Доброе утро, доброе утро, шалом дорогие друзья, всем бонжур, шалом, хеллоу, и мы продолжаем изучать Тору в той части, которая говорит о самом важном инструменте человека, шалом Мириам Малком Маркс, значит о самом важном в человеке это его речь, то есть тот кто овладел своей речью, он можно сказать овладел своей жизнью, и тот кто умеет правильно, красиво разговаривать с собой, с людьми и со Всевышним, у того все остальные вопросы в жизни решатся, поэтому очень важно задавать себе правильные вопросы Всевышнему, это прям я записал вчера такое видео классное, так, а где же это видео, ага, вот я его сегодня выставлю, да, про благодарность, про благодарность, это было вчера очень сильно, видео записал, и значит, если со Всевышним правильно, благодарность, просьба, благодарность, просьба, благодарность, просьба, прославление, это разговор со Всевышним, разговор с собой, опять же, благодарность, просьба к себе, благодарность, просьба к себе, благодарность, просьба к себе, как человек с собой разговаривает, он же должен все время себе говорить, что делать, каждый из нас себе говорит, что делать, И с людьми то же самое. Благодарность, просьба, благодарность, просьба, благодарность, просьба. В принципе, схема беседы, она очень простая. Поблагодарил, попросил, все. Но есть элемент, который нужно убрать из своей речи. Этот элемент называется злоязычие, которым мы сейчас как раз и занимаемся. Злоязычие это даже, вот тут очень многие ошибаются, еще раз напомню главное описание злоязычия. Злоязычие это не обман. Злоязычие это правда, которая несет негативный эффект. То есть, или это правда, которая кого-то обижает, или это правда, которая кого-то унижает, или это правда, которая просто приносит другим людям страдания, или тебе же самому. То есть, любое, то что правда, ну как правда, правда, да, человек говорит, у тебя кривой нос, это правда. Ну и что? Ну что у него, кривой нос, хорошо, у каждого есть какая-то кривизна в теле. Но если человек говорит другому правду и говорит, у тебя кривой нос, то тот обиделся, это злоязычие. Или человек смотрит на себя в зеркало и говорит, да, типа ужасно я выгляжу сегодня. Может это и правда, но это какая от этого польза? От этого один вред. То есть это то, от чего нужно прежде всего отказаться, злоязычие. Теперь мы долгое время учили нюансы злоязычия, что является, в каких ситуациях, когда можно говорить, когда нельзя. Сейчас мы находимся в той части книги Рава Зиля Гаплистина, где он объясняет важность, еще раз он берет из книг мудрецов прежних поколений высказывание о важности убирания вот этого злоязычия. И так оно работает. Вот, например, я сегодня сделал себе какой-то план действий, я себя после этого вижу, план тяжелый, вообще тяжелый-тяжелый план. Я себе задаю вопрос, а почему мне важно его выполнить? И когда я нашел 10 ответов, почему мне важно его выполнить, то мне этот план уже не кажется таким тяжелым. Он для меня важный, и я его выполню. Понятно, да, идея? Вот мы сейчас находимся в той части книги, где мы для себя поднимаем важность, еще раз, понимание сути вот этой вот злоязычия, какой она огромный несет в речь. Вред, огромный вред она несет. Значит, 21-й такой, как абзац, говорит он следующую вещь. Тот, кто хранит свою речь от злоязычия, он освещает свою речь. Она становится тогда светом. То есть, что такое тьма? Тьма – это отсутствие света. Правильно? Теперь, если человек говорит злоязычие, то он как бы создает такой туман, такой дым, копоть. А если не будет этого дыма, копоть, тогда у него будет святая речь. А если будет у него святая речь, его молитвы и слова Торы, произносимые им, будут приняты самим Всевышним. Я обращал на это внимание. Например, там бывали ситуации, когда я, например, там с кем-то поругался. Причем чаще всего срываешься на эмоции, на раз с близкими людьми. С чужими людьми ты как-то держишься, ну такая как дистанция, культура речи. А вот с близкими иногда человек может как расслабить вожжи, да, такие тормоза. Я замечал, что как только с кем-то некрасиво побеседуешь, после этого начинаешь молиться, вот ощущение стена, вот прям такая над тобой стена, прям не слышать Всевышнего. Прямо такое очень плохое внутри состояние. Может, это психосоматика, может быть, это реально то, о чем здесь говорится. Но если воздержаться и не вступить в конфликт, и внутри себе понять, что в этот момент ты преодолел свое животное эмоциональное начало, наоборот, внутри такая свет, святость, и ты можешь на этой волне подняться очень высоко в молитве, в коммуникации со Всевышним. 22-й пункт, 22-й пункт. Почему еще важно воздерживаться от лошона рада, злоязычая? Называется он «Поможем вернуть храм». Значит, представьте, вот когда-то был в Иерусалиме, был храм. Был храм в Иерусалиме, стоял он на этой храмовой горе. И это был как такой ретранслятор в место, где Всевышний проявлялся в этом мире больше всего. И когда был храм, были жертвоприношения, были разные чудеса, ты заходил в этот храм или хотя бы просто смотрел на него, и у тебя сразу жух, такое измененное состояние сознания, и ты видишь какие-то духовные вещи. Это был первый храм, второй храм, и сейчас нет храма. Представьте ситуацию, пишет он, что если бы была возможность построить третий храм, такой усилитель или транслятор божественного влияния. Понятно, что все люди хотели бы это сделать. А из-за чего был храм разрушен? Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, которая, эта ненависть, она была причиной злоязычия, а злоязычие была причиной еще больше ненависти. Это как замкнутый круг. Человек идет такой по улице. Вот, как меня все достали, все меня достали, а вот этот меня особенно достал. И как на него он погнал, значит, тот услышал, говорит, и у него внутри с волками жить, по волчьи быть. Очень мало людей могут вырваться из этого заколдованного круга. И на него кто-то гавкнул, он гавкнул на свою жену, жена гавкнула в ответ на него. Потом жена поругала детей. Дети вышли на улицу и, значит, с бейсбольными битами побили того, кто первый начал эту всю цепочку лошонара. И оно вот так вот одно за другого. Мало людей могут остановиться и сказать, стоп, я не участвую в этой поговорке с волками жить, по волчьи быть. Я не волк, я человек, я божественная душа, я праведник там и так далее. Мало людей, которые хотят прервать этот круг и могут это сделать. На эмоциональном уровне мало людей могут не ответить. Вот Наталья Дымарская, она может и может не ответить, если ее кто-нибудь, например, не дай бог, там муж на нее закричит, она ему скажет, не как цадик ты себя ведешь сейчас, например. И все. Мало кто может не ответить той же монетой, когда на него, например, кто-то пытается злоязычие сказать. Теперь, значит, из-за лошонара, из-за беспричинной ненависти был разрушен храм. И он будет отстроен лишь тогда, когда эти грехи исчезнут. Поэтому тот, кто хранит свою речь, вносит свою лепту в восстановление храма. Можно каждый раз, когда вы прерываете чью-то лошонара и говорите, я там, не надо даже иногда говорить ничего. Люди, которые говорят лошонара, они, ну, часто они не понимают и не осознают, что они делают что-то злое. Вот я вчера наблюдал очень красивый один момент. Один человек говорил лошонара, а второй человек, вместо того, чтобы слушать, вместо того, чтобы делать замечания и конфликтовать с ним, он просто перевел тему и задал ему какой-то простой вопрос, такой чисто, там вот, а это что, а это что. И человек, так как большинство людей на автомате, они такие неосознанные, и человек тут же переключился, как каналы в телевизоре переключаете, знаете. Это было очень красиво. Значит, он садик, он служит в вашей роде. Я, конечно, знаю, я просто чисто для примера, конечно, знаю, что муж Дымарская ни в коем случае не может на него кричать, никогда. И все. Это даже был не пример, что он за... Все, это не было вообще, а что-то вот, может быть... Конечно, я знаю, что никто не кричит. Все. Понятно, да? Двигаемся дальше. Значит, каждый раз, когда мы не говорим лошонара, и не слушаем, и не включаемся, можно себе представлять, что мы вносим такой кирпич, фундамент третьего храма. И представляете, если сейчас, например, у нас 212 человек, и мы все сегодня 212 человек по 10 раз, мы воздержимся от лошонара и переключим других людей с лошонара на какую-то позитивную волну, то мы за сегодня построим тогда 212 человек умножить на 10, 2120 кирпичей в основании храма. Всего, допустим, в храм надо построить миллион кирпичей, поэтому я думаю, что мы успеем при нашем поколении построить третий храм и увидеть его. 23 пункт. 23 пункт. Почему еще важно воздерживаться? Почему? Потому что тот, кто... Устранение дурного начала. Тот, кто постоянно и усердно изучает лошон и лошонара, как мы с вами, удостаивается того, что Всевышний помогает ему преодолеть его злое стремление к запрещенной речи. То же самое с другими грехами. Изучение законов помогает в их исправлении. Это согласуется с утверждением мудрецов. Если много занимаешься Торой, Всевышний поможет тебе преодолеть злое стремление. Написано это в Баминбар-Раба. Значит, как это работает? Вот, например, я могу по себе сказать. Мы уже сегодня у нас 80 какой-то урок в цикле изучения этой книги. 80 уроков, начиная с Песаха, мы начали изучать эту книгу. И я вместе с вами работаю над исправлением вот этого качества злоязычия и так далее. Это непросто. Но каждый раз, когда мы с утра изучаем, скажем так, ты вначале 1% убрал, второй раз процент, третий процент и так далее, и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что я за 80 уроков полностью избавился от Лошонара. То есть у меня есть ситуации, в которых я понимаю, что я срываюсь. Но, во всяком случае, у меня сейчас есть надежда и есть желание, и я могу в молитве попросить у Всевышнего, чтобы он мне помогал. Я, в принципе, верю очень, что Кроша Шана нам осталось до Роша Шана полтора месяца, что мы подойдем достаточно подготовленными к Дню Суда для того, чтобы сказать Всевышнему, я весь с Песаха я старался, изучал и убирал в себе это качество. Я весь следующий год тоже постараюсь. Пожалуйста, дай мне возможность, чтобы год у меня был очень удачный, чтобы я мог действительно быть примером для других, что человек, который не говорит Лошонара, у него в жизни все хорошо. Я, кстати, вчера, вот тоже это было так интересно, один человек мне написал, вот он очень классный, я очень его уважаю, он, ну, прям человек, профессионал, с прекрасными человеческими качествами. Один у него недостаток, всего один. Он такой негативщик-скептик. И он вот этот свой негативщик, скептицизм и сарказм, есть еще такое качество, сарказм в речи, ну да, типа, конечно, посмотрим там. То есть он еще, вот у него, он негативщик, он все время опасается. Он скептик, он, так как он опасается, он думает, что не получится. И он говорит с сарказмом, он это не стесняется, говорит другим людям. И последнее, вот я его пишу, что как, он говорит, вообще, меня уволили с работы. Вообще, он с сарказмом, кого-то, ну вот, по кому-то он проехался с сарказмом. И это вызвало такую волну негатива против него, что это просто страшно. Он пишет, вообще, я как дела пишу, естественно, как он ответит, как дела. Хуже некуда. Да, и мои все самые худшие ожидания от жизни, от людей, от мира подтвердились. И описывает мне свою ситуацию, как он говорит, а что я такого сделал? Я вообще просто все неадекватные. Как они все неадекватно отреагировали на то, что я сказал. Ну и что, я вообще никого обидеть не хотел. То есть в его словах это и не было обидой, ну, в его понимании. Но у него ситуация, он полностью сломал свою там ситуацию, которую он строил годы. При этом я его знаю, он хороший, честный, добрый. И он реально не хотел зла. Просто это свойство его мышления. Видеть негатив, ожидать негатива, ожидать плохие последствия и говорить об этом вслух. Все. Жизнь ломается при том, что хороший человек. Значит, все. А мы с вами стараемся, стараемся мы с вами что делать? Смотреть на все позитивно. Теперь и пример из жизни Раваитска Казильбера, Зихрано Цедихли Враха, что память цадика для благословения. Значит, рассказ из его жизни. Здесь мы видим, как надо действовать в жизненных ситуациях. Очень интересная ситуация. Значит, пишет он в своей биографии, чтобы ты остался евреем, описывает времена, когда он родился в 17-м году, женился во времена Великой Отечественной войны, когда где-то 42-43 год. И вот здесь он пишет, В те времена, о которых я рассказываю, Рав Шлома Боков был Мойль из Саратова. И он был человек немолодой. Мойль – это тот, кто делает обрезание. Это специальный раввин, который умеет по технологии, которую еще Всевышний сообщил Мошер Абейну. Технология обрезания идет от праотца Авраама, который своего первого сына Ишмаэля обрезал. Ему было 13 лет. И мусульмане, которые идут от Ишмаэля, они делают обрезание в более позднем возрасте. Но Авраам получил указание обрезать своего сына Ицхака на восьмой день. Значит, и с тех пор есть специальная технология, как делать обрезание. То есть это очень там, каждый нюанс очень важен. И те, кто умеет это делать, называются Мойль. Мойль – это тот, кто делает обрезание. И он пишет, что был такой раввин Рав Шлома Боков, Мойль из Саратова. И он был человек немолодой. Три его сына погибли на фронте. Представляете, какая страшная были времена, что буквально сто лет назад была детская смертность 50% и войны и так далее. И практически не было людей, которые не хоронили своих детей. Практически не было. То есть было в каждой семье, были, ну прям реально от любой болезни умирали дети маленькие. Не было антибиотиков, не было воспаления легких. Все, и вообще жуть была. И плюс война. И три его сына погибли на фронте. Забота о внуках, все внуки жили в доме деда. Легла на старика и его жену. Жили трудно. Но когда Раву сообщали, что надо сделать ребенку брит мила, он бросал все свои дела и ехал куда надо. Он был такой цадик. В Казани бриты делали нечасто, обрезание делали нечасто. Если учесть, что евреев в Казани было несколько тысяч. А поскольку город был бедный и люди не могли в одиночку осилить покупку билета для Мойля, чтобы он приехал, приходилось ждать 3-4 месяца, пока соберется 3 брита. То есть надо на 8 день. Но не могли люди оплатить билет. Значит ждали, пока 2-3 ребенка родится в течение нескольких месяцев. И значит его приглашали. И вот в 49 году Рав Шлома приехал в Казань. Сделал несколько бритов и уже собирался на вокзал, когда узнал, что у меня родился сын. Это Рав Винсон получается. Рав тут же сдал билет и неделю ждал в Казани брит милы. Оставив жену со всеми внуками дома, он ждал, чтобы сделать обрезание именно на 8 день. И когда наступил день обрезания, Рав сказал, что ждал такого брита 25 лет. 25 лет, то есть он не делал обрезание на 8 день. Дело в том, что в 24 году в Советском Союзе ввели закон, по которому роженец выписывали из роддома не раньше, чем на 9 день. Полагаю, не обошлось без вездесущей Евсекции. То есть была такая Евсекция, союз воинственных безбожников, в котором были евреи, которые учились еще в Ешивах, знали законы. И они целенаправленно делали так, чтобы евреи нарушали законы Бога. Это была у них вот прям война с Богом, со всеми религиями. Но так как они были евреи, в основном они знали, как евреям делать плохо. И они ввели закон, по которому роженец выписывали из роддома на 9 день. И поэтому с 24 года по 49 год, 25 лет, не было ни одного брита на 8 день, как есть заповедь в Торе, сделать обрезание еврейскому ребенку на 8 день от рождения. Теперь он пишет дальше. А как мне удалось добиться, чтобы Диту выпустили из роддома на 8 день? Как же так он получил разрешение? И он пишет. Жена министра здравоохранения Софья Иосифовна Кошкина, еврейка, врач-гинеколог по профессии, занимала видный пост в министерстве. И я обратился к ней. Я не знал, что она за человек. Донесет на меня или не донесет. Но решил попробую. Зайду в кабинет, увижу ее и пойму. Вот смотрите, здесь тоже вопрос важности. Вот сидит человек и думает, так, или на 9 день делать, или на 8. И кто-то бы подумал, а какая разница, Мойн мог бы уехать к своей семье, к своим внукам, Раф Зильбер мог бы сказать, в следующий раз сделаю. Но для них были заповеди на первом месте. Это для них было самое важное. И, значит, тот сдал билет, неделю сидел, ждал. А Раф Зильбер пошел к этой женщине. Вошел и говорю ей, у меня к вам просьба. Я еврей. У меня родился сын. И я хочу, чтобы жену выписали из больницы на 8 день. То есть, он... Что это за подход? Ты делаешь то, что ты считаешь нужно сделать, полагаясь на Всевышнего, что он тебе поможет. Все. То есть, ты не думаешь, как будет, где будет. Ты выполняешь волю Бога, как свою. Бог сказал на 8 день? Сказал. Все. Он идет к ней, говорит, я еврей, хочу, чтобы жену выписали из роддома на 8 день. Она говорит, зачем? Я объясняю, что Бог приказал на 8 день делать обрезание, а роженец отпускают на 9. Софья Иосифовна записала номер роддома. На 8 день я пошел к соседу, попросил приготовить все необходимое, пригласил друзей, еще не зная, выпишут жену или нет. На всякий случай решил быть готовым. В 2 часа ее выпустили, и Брид состоялся. Состоялся Брид. 25 лет мой он ждал этого момента, и сделал на 8 день. То есть, что мы отсюда видим? Мы видим, что праведник, он... Есть в притче царя Соломона, есть такое очень сильное выражение, что Птах Эляшем Беколи Беха. Положись на Бога всем своим сердцем. Валь Бенатха Аль Тишен. И не полагайся на свою бину. Это логика причинно-следственной связи. Он мог бы, а, не получится, кому это надо, там. Это все логика. А можно положиться на Бога всем своим сердцем и сказать, Бог сказал делать обрезание? Сказал. На 8 день? На 8. Есть возможность что-то сделать, проявить Иштадлут? Это усилие проявить, чтобы это произошло. Есть. Значит, я иду и делаю. Все. Не получится, значит, на все воля Бога. Но я сделал все, что я мог со своей стороны, я сделал. Все. Удачи всем и успехов. Значит, если кто-то еще не делал обрезание, кто должен делать обрезание, сделайте. У кого есть дети, которые должны делать обрезание, это тот, кто родился у матери-еврейки, обязан сделать обрезание. Если ему родители не сделали, то он сам на него переходит обязанность. Поэтому это очень важная заповедь. И тот, кто стимулирует других делать эту заповедь, у того это просто огромная, важнейшая заповедь. Поэтому сейчас прямо можно погуглить. Мойль сделать обрезание. Приедет хоть на край света, хоть в космос прилетит. Если есть кто-то еврей, кому надо сделать обрезание, ему просто нужно проявить минимальное усилие. И, значит, приедут и обрежут. Приедут и обрежут. Все. Удачи всем и успехов. Хорошего дня. Воздерживаемся от лошанара. Просто ходим, ищем, кого обрезать. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok